У классической журналистики есть немало причин, чтобы проиграть. В новой реальности им приходится бежать со всех ног, только чтобы оставаться на месте. Появление интернета воспринималось как победа над государственной цензурой. Казалось, что Оруэлл окончательно проиграл, и отныне никакой государственный рубильник не сможет определять доступ к правде. Мы ошиблись. На смену государственной цензуре пришла цензура добровольная. Интернет привел к появлению информационных пузырей, тех, в которые мы погружаем себя сами, не желая слышать альтернативные точки зрения. Любая социальная сеть позволяет пользователю окружить себя удобным контентом. Люди, с которыми мы не согласны, рано или поздно исчезают из нашей ленты новостей. Очень скоро мы оказываемся в так называемых теплых ваннах и начинаем мерять по ним реальность. Качественная журналистика должна расширять кругозор, а теперь ей на смену все чаще приходит среда, которая не расширяет горизонты, а сужает их до точки зрения твоих единомышленников. И мы живем внутри этих коконов, не совпадая друг с другом ни в оценках, ни в описании реальности. Количество контента резко увеличилось, и это привело к росту конкуренции. Оказалось, что в новой реальности торговать эмоциями куда выгоднее, чем добавочным знанием. Вдобавок, зрада по всему миру продается куда лучше, чем перемога. В результате люди думают о реальности куда хуже, чем обстоят дела на самом деле. И это не только украинская проблема. Французы, например, убеждены, что 25% их соотечественников это мусульмане, хотя мусульман во Франции лишь 8%. И это всего лишь отголосок той битвы за реальность, которая разворачивается прямо на наших глазах. Журналистика оказалась полем боя, на котором ведут сражения популисты, провокаторы, лоббисты и даже отдельное государство. Между реальностью и тем, как люди ее себе представляют, есть зазор. И в этот зазор теперь вбивают к линии как одиночки, так и целое правительство. Журналистика так и не стала рынком, классическим медиарынком, в котором люди платят за работу журналиста напрямую через платную подписку или косвенно просмотром рекламы. В журналистских рядах оказалось слишком много штрейкбрехеров. Они готовы предоставлять аудитории бесплатный контент ради решения задач своего собственника. Мы успели привыкнуть к тому, что джанк-фуд вытесняет здоровое питание. Пришла пора привыкнуть к тому, что нечто подобное с классической журналистикой делает джанк-контент. Против нас играют партийные медиа, российские пропагандистские холдинги и доморощенные провокаторы-одиночки. Наши конкуренты меньше всего думают о рыночных правилах, потому что не пытаются быть бизнесом. Пока журналистика пытается объяснять стране страну, они стараются опровергать реальность. И в этой схватке они используют неконвенционное оружие. Страхи, слезы, слабости и предрассудки. Те, кто пытаются работать по правилам, всегда оказываются в худшем положении, чем те, кто не пытается. Страна совершает глупости, потому что не платит за информацию. Страна не платит за информацию, потому что ее убеждают совершать глупости. Замкнутый круг, из которого выбраться довольно непросто. Коррупцию сложно победить, потому что от нее проигрывают все, но по чуть-чуть. А выигрывают немногие, но много. С журналистикой все точно так же. От отсутствия качественного контента теряют все, но понемногу и незаметно. А выигрывают вполне конкретные центры влияния, но ощутимо и впечатляюще. Разрозненное большинство может победить лишь благодаря солидарности. Но уровень межличностного доверия в Украине колеблется на уровне 25%. Примерно как у Бангладеш и Пакистана. И на этом фоне скандинавские 60% межличностного доверия кажутся нам бесконечно далекими. Наряду с их же образом жизни. А в результате одиночками оказываемся уже мы сами. Та самая журналистика, которая пытается работать по стандартам. Против нас играют большие деньги и большая политика. Мелочная жадность и традиции недоверия. Привычка упрощать реальность и магическое мышление. Те, кто готовы быть официантом, всегда будут зарабатывать больше своих коллег по цеху. Проблема лишь в том, что принцип «чего изволите» имеет мало общего с нашей профессией. Но все это вовсе не повод сдаваться. Скорее наоборот. Нам просто выпало жить в эпоху битвы за страну. За право приватизировать Украину сражаются очень многие. И если журналистика дезертирует, это всего лишь облегчит их задачу. А потому я не вижу ни единого повода так поступать. В конце концов, побеждать, будучи в большинстве, это скучно. А потому let's get ready to rumble.